Приветствую вас! Я изучил ваш текст, прочитал ваш вопрос и давайте мы начнем с вами вот с чего. Я не принижаю то, что вы пишете. Я не принижаю вашу проблему. Я считаю, что она важна. Действительно, такая проблема существует. Проблема клиентов и проблема предложения каких-либо услуг. Это не только в магазинах, это есть практически везде сейчас. И избыток предложения. Вот. Но, вы говорите о некоторых вещах, которые, скажем так, повсеместно имеются. То есть, везде есть такие вот менеджеры, да, которые приходят и начинают, значит, довольно-таки навязчиво, назойливо предлагать свои услуги. И по большому счету, по большому счету, это нормально. Потому что это и хлеб, потому что они получают процент продаж каждого. То есть, каждый, кто продал, да, каждый, кто привел клиента к покупке, получают процент. Не знаю, легче вам будет от этого или нет, но это правда. И, знаете, магазинов много. Супермаркетов сейчас тоже очень много. И естественно, что люди, куда бы вы ни пришли, люди хотят заработать. Это нормально. То есть, это нормальное желание людей заработать. Прямо сюда отклад, который они получают, просто за работу свою. Очень маленький, но он небольшой. Для чего я вам это говорю? Чтобы вы поняли, что на данном этапе развития технологий, пока требуются услуги этих людей, менеджеров, помощников и так далее. Пока это так, ситуация, скорее всего, не изменится. То есть, она будет такой. И это нормально. Вот в наших современных реалиях это нормально. Ну, смотрите, какая получается история. Что я, как психолог, видел, что пришли вы к нам на сайт и задаете платный вопрос на тему, которая касается не лично вас, не лично какой-то проблемы. То есть, я понимаю, что проблема волнует вас. Да, я понимаю. Но вы задаете вопрос о том, что есть везде, что есть повсеместно, что да, не хорошо, что да, плохо, да, назойливо, да, это мешает, да, хочется уйти и так далее. То есть, у каждого из нас есть такая история, как у вас. Но мы понимаем, что это нормально, что все хотят работать, относимся к этому, если не с пониманием, то хотя бы равнодушным. То есть, ну, если человек слишком надо или сказать «нет», как бы «простите, я вас позову, когда нужно будет», или «простите, мне нужно подумать», и все. То есть, здесь особые выборы-то нет. То есть, если человек, по вашему мнению, как бы нарушает ваши границы, вы можете, например, обратиться к старшему менеджеру и пожаловаться на него. Вы можете написать отзыв в шалопной книге, да, если вам что-то не нравится. То есть, там все эти истории есть, которые вы можете сделать. Но, как психолог, как психолог, я вижу вас, я вижу вас, я не знаю, кто вы, мужчина или женщина. Я вижу вас, и я понимаю, что проблема вас волнует. Но если эта проблема повсеместная, то получается, что и волнует она вас потому, что именно вас, внутри вас, она что-то выделает. То есть, вот то, что вас коробит вопрос, этот вопрос, как коробит, да, коробит, это говорит о том, что данная ситуация вторгается к вам в личные границы, вы эмоционально вовлечены в нее. И мне, как психологу, видится, что эмоционально вовлечены вы в нее сильно, более сильно, чем это должно быть. Более сильно, чем вовлечены большинство людей, ну или скажем, более сильно, чем нужно в норме. И оттуда возникает вопрос, почему? Почему так? Почему вы вовлечены более сильно, чем в норме? Что вас задевает? Вот именно конкретно вас, что за дела? Вам неприятно, что люди вам мешают. Если да, то почему? Вы ничего этим людям не говорите. То есть, ну, вы как бы не отстаиваете свои права, да, не ведете, например, адаптивную ледневую поведение, когда человек говорит вам помочь, он говорит, нет, спасибо, мне нужно подумать, я вас, если что, позову. Да, то есть, это нормальная реакция. Вы видите, как человек опять к вам подходит и говорит то же самое, вы опять то же самое ему говорите, и все. Но нет, вас задевает. Эмоционально это выводит вас из равновесия. И мне хочется сказать, что именно в этом причина. Ваша реакция, ваша реакция, это и есть основная проблема. Потому что в норме человек так не реагирует. Исчезание это может быть с чем угодно. С ассоциативным рядом. То есть, например, допустим, когда менеджер так поступает, вы не вспоминаете что-то неприятное, например, из своего детства, допустим. Когда менеджер так поступает, вы можете ассоциировать его со своими родителями или с родителем. Когда менеджер так поступает, вы можете вспоминать какую-то историю из своей жизни, когда кто-то нарушал ваши личные границы. Когда менеджер так поступает, вы можете вспоминать неприятную ситуацию, которая вас, например, ну очень сильно задел. Когда менеджер так поступает, это запускает некую реакцию, но лично вашу. То есть, менеджер-то вас не знает. Менеджер-то просто делает свою работу. Вы запускаете цепь своих реакций, цепь своих эмоций, своих ассоциаций. И эти ассоциации приводят к тому, что вас коронит. То есть, менеджер выполняет свою работу. И в принципе, в принципе, он ничего плохого с точки зрения законодательства, по большому счету, да, за извлечением того, что он уже вот прям совсем на живых, он не делает. А вас это задевает, значит, какой-то пласт эмоций, который приводит к тому, что вы переживаете. Вы ушли, менеджер забыл о вас, а вы еще переживаете об этом. Вот это то, что я увидел как психолог в общем из вашей ситуации. И я хочу обратить внимание на то, что это ваша проблема. То, что вы переживаете об этом. Это именно ваша проблема, не проблема менеджера. Если только он не нарушает закон. Если только он не нарушает регламент. Понимаете, да, о чем идет речь? Ну, давайте мы с вами сейчас более бодробно разберем то, что вы написали. Значит, мы все с вами ходим по магазинам, смотрим товары, покупаем их и так далее. И мне и вам, я думаю, не очень приятно, когда сам во время просмотра товара иногда приходит продавец и начинает спрашивать свой излюбленный вопрос. Может подсказать вам что-то или что вы хотели? Ну, вы знаете, я удивлю вас, но иногда действительно так бывает. Вот по личному опыту, да, могу сказать, что мне иногда действительно нужна помощь. И его не продавца. Это даже не продавец, это просто менеджер продавец, это другое. Либо я знаю, зачем я пришел, я ищу то, что мне нужно и сразу спрашиваю у продавца. Либо я нашел что-то и просто стою, выбираю, и тогда, да, он стоит неподалеку, но он не мешает. То есть здесь нужно, как бы, это вопрос личной границы. Где моя граница ответственности и за что я отвечаю? А где граница его и за что он отвечает? И здесь, с точки зрения того, что вы пишете, в этот момент хочется все бросить и уйти быстро оттуда. Вот почему? Потому что вы испытываете давление на себя. Но давление вы испытываете на себя только потому, что вы чувствуете обязанность. Ну, рискну предположить, что вы чувствуете, что от вас ждут, что вы купите парад какой-то. Но вы не должны покупать его. Понимаете, у вас есть право прийти в магазин и ничего не купить, а у продавца есть право подойти к вам и спросить. И это нормально. Но я полагаю, что у вас немного завышенное чувство долга. Может быть повышенное чувство долги. То есть, да, вам хочется уйти, да, вы стараетесь как-то вот восполнить вот эту вот свою реакцию, компенсировать ее. И в процессе компенсации вы, конечно, можете действительно уйти и сказать, да нет, нет, я ничего не хочу, у меня нет чувства долга и так далее. Да, но поверьте моему опыту и знаниям профессионалам, что если вас выводит из себя вопрос о том, что вам нужно, то вы чувствуете долг. Это совесть и это по, значит, одной из методик. Голос внутреннего родителя, который у вас как бы звучит в сознанию. Это вот внутренний родитель, который говорит, ты должен купить что-то, если ты пришел. А вы как знаете, что в магазине нельзя ходить без денег. Это вот примерно то же самое. То есть, там есть продолжение, да, что в магазине нельзя ходить без денег, что можно потратить только то, что ты заработал, что не стоит брать кредиты. И если в отношении двух этих моментов я согласен, последних, то вот в отношении того, что в магазине не стоит ходить без денег, у вас, пожалуй, нет. Потому что я могу прийти в магазин просто и просто что-то посмотреть не покупая. Я не обязан покупать что-то, если я пришел в магазин. Да, я потенциальный покупатель. Да, все от меня ждут, что я куплю. Но почему я должен ориентироваться на то, что от меня ждут, а не на то, чего хочу я? И вот здесь вопрос того, как вы соотносите в себе ваше желание, то есть то, чего я хочу, то, что мне нужно и то, что надо. То, что мне надо. Именно надо, как бы, голос сверху. Понимаете, да? Вот. И если голос сверху вас подавляет, например, настолько, что вы должны уйти из этого магазина, да, это говорит о неуверенности в себе. То есть вы не верите своему хочу, вы не верите того, что вам принадлежит по праву. И, конечно, личная граница. Где моя ответственность, где ответственность другого человека. То есть вы, смотрите, вы не несете ответственность за себя на этот момент, то есть вы не справляетесь с ответственностью своей, потому что вам хочется бросить все. Собственно, избежать от ситуации, да, которая, ну, которая негатив для вас. Но при этом вы берете ответственность на себя за другого человека. То есть как бы вы говорите, ну вот он подошел, он спросил и так далее. Какая вам разница? Кто подошел и спросил? Но если вас человек не трогает и все равно вас постоянно не допущает, он может сделать все что угодно рядом. Это публичное место. Общественное место. И не важно. У меня был случай, когда я выбираю товар, столкнулся с бабулькой, которая начала меня спрашивать, что ей лучше выбрать. Там что-то про телефон или про телевизор, не помню уже. Давно это было. Вот. Ну и что? Вы думаете, я ей помогал? Ну, я ей ответил несколько раз, а потом сказал, здравствуйте, как бы, волнуюсь за вас, скажет, консультант и все. Понимаете? То есть нужно обстанивать свои личные границы, где я, где я, где другой человек, на что я имею право и на что я имею право другой человек. Понимаете? И тогда не будет таких проблем у вас. Потому что вы вытесняете ответственность свою и берете ответственность за другого. И тем самым это деструктивный путь. Деструктивная модель проведения. К сожалению. Так. Но ведь когда нам не нужна помощь. Причем, заметьте, вы говорите мы. У вас везде мы фигурируют. А мы это классический прием ухода от ответственности. Потому что не нужно говорить мы. Говорите строго я. Я хочу. Я там что-то делаю. Но, может быть, вы не хотите светить свой пол. Тогда вы можете говорить в третьем лице о себе. Например. Или говорить так. Когда мне приходится ходить. Когда мне нужна помощь. Например. Или что-то еще. Но не нужно говорить мы. Потому что не мы. Я, например, не вы. Другие коллеги, которые ответят. Мы тоже не вы. И указывает нас в своем восприятии. Этого. Когда вы говорите мы. Мы как бы. Вы как бы хотите у нас. Ну, в данном случае у психологов. Взять поддержку. А это неправильно. А это неправильно. Потому что, если проблема вас волнует. Лично вас. То, что она для вас важна. Ее не стоит принижать. Но ее и не стоит разделять с другими людьми. У других. Такой проблемы. Именно такой. Может не быть. И это нормально. Значит так. Когда нам нужна помощь. Мы знаем, чего хотим. И не нужна. Вот такой навязчивой помощи. Помощи продавцов. Так. Ну вот смотрите. Значит здесь. Навязчивая помощь. Поговорите вы. Но. Я навязчивости не увидел. Потому что. Человек. Если спрашивает. Один раз. Если спрашивает. Разные. Разные клиенты. Если спрашивают. Разные. Менеджеры. Это не навязчивость. Если. Спрашивает. Один и тот же. Менеджер. Что. Там. Интервалом. Буквально. Пять. десять минут. Да. Это навязчивость. А так нет. Так нет. Так нет. Это вам. Видится. В данном случае. Что. Это навязчивость. И. Т. Т.е. Защитная реакция. У вас. Возникает. Вы хотите. Защитить. Защитная реакция. Возникает. Тогда. Или. Злость. Возникает. Тогда. Когда. Лещают. Состояние баланса. Когда. Лещают. Комфортного. Состояния. И. Вот. Подумаем. А. Почему. Так. Произошло. Почему. Невинный. Вопрос. Лещал. Вас. Комфортного. Состояния. Почему. Вы. Почувствовали. Угрозу. В чем. Угроза. Именно. Вам. Что. Вы. Испытали. Желание. Нагрубить. При этом. У вас. Нет. Деталей. Которые. Подтвердали. Тоже. Что. С вами. Действительно. Поступали. Как-то. Ну. Навязчиво. То есть. Именно. Навязчивость. В поведении. Таком. Как. Описываете. Именно. Навязчивость. Ее. Нет. Может. Как-то. Было. Что-то. По-другому. Было. Если. Да. То. По-другому. Было. Что-то. То. Тогда. Может быть. Но. Вот. Как. Вы. Описываете. Ничего. Навязчивого. Нет. Что-то. Вообще. Не ходить. По-магазинам. Совсем. Не получится. Тогда. Как. Просто. Не обращать внимание. Один раз. Сказали. Уважаемый. Батрэп. У нас сказали. Два раза. И. Если. Третий раз. Уважаемый. Там. У него имя есть. Уважаемый. Там. Андрей. Да. Вот. Как. Меня зовут. Уважаемый Андрей. Если вы. Не перестанете меня беспокоить. Я. Пожалуйста. Пожалуйста. На вас. Там. Старшему. Менеджеру. Все. Все. Вы в своем праве. Человек. В своем праве. Все довольны. Но вы не можете. Потому что. Вам. Хочется нагрубить. Потому что. У вас. Появляется. Агрессия. Защитный механизм. Призванный, убрать Агрессия на кого нацелена? На менеджера А на менеджера почему она нацелена? Потому что он выступает препятствием для достижения вами объекта удовольствия Каков объект удовольствия? И почему менеджеры препятствуют вам на пути к нему? Вот о чем нужно подумать А не обезопасить себя А защищать себя не от чего именно здесь Потому что вам ничто не угрожает Да, душевное состояние не очень хорошее Но в данном случае это скорее особенности именно вашего восприятия То есть я пришел по своим делам Мне вообще никто не нужен, я никого не замечаю Меня спросили, я ответил, что человек понял, что я вообще на своей волне Я на него даже внимания не обращаю Он ушел А если он видит, что я такой вот не знаю, что делать, я там фишу, стою, кручусь и в нерешительности Естественно, ко мне пройдет Потому что он должен помочь Он должен меня направить Потому что я могу уйти То есть либо вы лучше понимаете менеджера и его психологию, и его желание, и его стремление То, чего он хочет Либо Лучше анализируйте себя Так, как если не обезопасить себя, но хотя бы свести к минимуму вот эти ситуации в магазинах? Ну, скорее всего вас спросят один раз как минимум Один менеджер И отвечать нужно всегда так, что спасибо, мне ничего не нужно, если что, я вас позову Или если что, я обращусь к вам И спокойно воспринимать то, что человек будет где-то неподалеку от вас, так стоять Но его отвлечет другой покупатель, как только он придет Еще может охранник наблюдать Если мы и наше появление там вдруг им покажется подозрительными Не знаю, как вам на меня это коробит Ну, вот здесь, конечно, вообще напоминает немножечко, знаете, так Параноидные тепличности у вас То есть вы обращаете внимание на тех, кто за вами наблюдает Ну, и что? Ну, наблюдают они, это их работа Почему вас-то это волнует? Почему вас это задевает? Почему вам это кажется неподалительным? Мало ли, как нас воспринимают другие люди Может быть, для кого-то мы действительно кажем сопрозрительными Ну, и что? Если мы не делаем ничего плохого То этим людям нечего будет нам предъявить, и мы будем в безопасности А если вас напрягают, то что за вами наблюдают Значит, вы чувствуете свою неуверенность И опять же, все идет по тому же принципу, что я вам и говорил То есть это ассоциации воспоминаний Либо, соответственно, некое воздействие на вас Некое стимулирование, которое вызывает определенную реакцию То есть тут у нас сразу несколько направлений, да, возможности идет Психоанализ, бихевиоризм И, соответственно, верновский транзактный анализ Но в любом случае, в любом случае У охранников и у продавцов есть работа Есть обязанности И они эти обязанности стараются выполнять Каждый, как в моде Это нужно понимать И понимать, что у людей есть свои границы, своя ответственность А у вас есть свои границы и своя ответственность И я полагаю, что именно об этом не надо забывать И если вы позволяете нарушать свои личные границы Позволяете другим людям вторгаться в них То это, по большому счету, говорит о том Что вы не умеете, не можете защищать свои личные границы И не обеспечиваете свою уверенность в себе Почему? Это вопрос к вам И это вопрос для анализа Потому что вы никакой информации о себе не дали И, соответственно, нельзя говорить о том Почему у вас возникла такая реакция Вот Что касается параноидного типа личности То не нужно путать это с параноией И с параноидностью Параноидный тип личности, в общем и целом, это в норме Это норма То есть каждый из нас относится к какому-то типу личности Это нормально, это доказано Вот Но Поймите, что вам хуже от того, что происходит Ни охранникам, ни менеджерам Только вам И обезопасить себя у вас не получится Просто потому, что Нечего защищаться, да Я об этом говорил Значит Вы можете просто перестать прижимать на эту тему Но для того, чтобы перестать переживать Нужно понять, что Почему именно вас это задевает Я не знаю Либо вы в дополнении напишите Либо вы Запишитесь кому-нибудь на приватную консультацию Чтобы подробно разобрать Но в любом случае Решать это только вам На этом все Надеюсь, что помог вам Если у вас остались дополнительные вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!